Ну что, как сейчас вам НХЛ? Смотрите в плаву? К сожалению, не могу смотреть, потому что НХЛ по какой-то причине не показывает матчи, да. Но смотрю все хайлайты, знаю результаты и то, что показано, допустим, в те 5 минут матча, после матча, да, что очень прилично, хорошие игры. И вот сейчас такой счет, там 9-6, Калгари, Эдмонтон, очень, я думаю, что круто. И, конечно, болеем за наших ребят, чтобы они и Василевского, и Панарина, и Кучерова. Понятно, что кто-то из них один выиграет, но кто-то проиграет. Алексей, все-таки церемония закрытия КХЛ, как вам в целом плей-офф Кубка Гагарина в этом году? Ну, вообще, очень здорово, что несколько дошло до седьмых игр, да. И финал, и ЦСКА, СКА был классный матч, и я ходил. Поэтому я считаю, что очень хороший сезон. Хочу поздравить команду ЦСКА с победой и пожелать ребятам хорошо отдохнуть и готовиться к новому сезону. Алексей, когда счет серии финала стал 3-1 в пользу Металлурга, если бы я вас спросил, сколько процентов дадите на то, что ЦСКА выиграет, что бы вы ответили? Ну, проценты, это же всегда, это игра, да, то есть я не, но я все-таки думал, что магнитка дожмет, но в этом и прелесть хоккея, что мы не знаем результат. И, конечно, нужно отдать должное ЦСКА, что они так закончили сезон. Ну, и последний вопрос, по-вашему, кто MVP Кубка Гагарина, по-вашему мнению? Кто лучше всех себя проявил? MVP, ну, я считаю, что всегда, когда команда выигрывает, это вратарь, да, все-таки. Федотов вратарь. Вратарь команды ЦСКА, хотя были несколько таких игр, но я считаю, что это он основа, за счет чего ЦСКА выигрывает. Спасибо большое, Алексей. Спасибо, пожалуйста.